Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сид Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте! Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное, естественно. Есть ли у дьявола план убрать большие отрывки в Библии, о которых мы сегодня даже не говорим? Они будут стоить нам силы Божией, но в некоторых случаях даже нашего спасения. Мой гость говорит, что «да». Берт Фаррис, после Библейского колледжа у вас был потрясающий сон с поразительным эффектом. Расскажите мне о нем. Да, это было в ночь перед моим посвящением. Меня только-только назначили на служение. Я пытался заснуть, но внутри меня непрестанно звучали слова. Я вставал, включал свет, записывал их и шел спать, и так несколько раз. Голос мне молдал. Это было длинное пророчество о пламени огня. С этим огнем Бог дал мне призвание и помазание на мою жизнь. Потом я заснул, и во сне увидел себя на большом поле с сухой травой. Я стоял на коленях посреди этого большого и чистого поля. Я молился там, а вокруг меня молодые люди поджигали траву. Я чувствовал, как жар огня становится все ближе и ближе, и, наконец, он стал просто невыносимым. Я встал и побежал в свой дом. Я знал, что это начало какого-то нового служения, в котором я буду участвовать, но не знал точно, что это такое. Но вы поняли, что вы и есть поджигатель! Думаю, Бог показал вам именно это? Да, несомненно. Во сне я не понимал, сплю я или нет, но я слышал треск полыхающего огнем леса внутри себя. И это было, знаете, наподобие вот так. Он был таким устрашающим, что, когда люди узнавали об этом, они называли меня не Берт Форес, а Берт Фурия, потому что огонь был неистовый. Насколько я знаю, нормальный — это не то, что вы видите своими глазами. «Нормальный» значит «нормальный» по меркам Библии. Это нормально. Расскажите мне несколько нормальных историй, пожалуйста. У вас их много. Вы, похоже, историк пробуждений и движений Божьего Духа. Меня так воодушевила эта зона божественного излучения. Я жадный до Божьей славы, я это признаю. В зоне божественного излучения, и вы станете жадными, я вас уверяю. Я изучал пробуждение и силу Божью. Сегодня в церквях проходит столько конференций и собраний, но где же сила Бога? В истории же ясно видна сила этой зоны божественного излучения. Когда корабли заходили в бухту Новой Англии, экипаж осознавал свою греховность, хотя им не проповедовали. Это называют зоны божественного излучения. Члены команды этих кораблей каялись в грехах, врезывали Бога. Так касалась их сила Божия. Я читал истории о Джордже Уитфилде. Он поехал в Бостон. Надо было быть крепким, чтобы проповедоваться в Бостоне. Нужно было точно быть спасенным, чтобы там жить. Джордж собирал толпы по 10-20 тысяч людей. Мальчишки забирались на деревья, ведь тогда еще не было колонок и усилителей. Джордж говорил им, слезайте. Когда я начну проповедовать, придет сила Божия, коснется вас, вы упадете и расшибетесь. И все слезали. Когда Джордж проповедовал, Дух сходил на людей, и они повсюду падали на землю, хотя к ним никто и не притрагивался. Никто даже не подходил к ним тогда. А кто-нибудь ловил их? Нет, ашеров тогда не было. Люди падали либо в оплоте, либо в духе. Все очень просто. Теперь вы нормальный. Нормальный по меркам Библии. Вы видите, как слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят. Но был выдающийся случай. Расскажите о Томасе Амаре. Это было потрясающе. Величайшее чудо, которое я видел. Когда Томас был маленьким, в него вселились бесы. Он жил в Африке, а там такое повсеместно. Там есть и колдуны, и вуду. По словам Томаса, злые духи приходили навещать его, когда он был маленьким. Они соблазнили его, показывая красивые вещи, и увлекали все больше и больше, практически посвятив в отношения со злыми духами. Так он вступил в союз с дьяволом. Дьявол требовал от него все больше и больше. Он всегда так поступает. Он дает удовольствие, затем боль, затем еще удовольствие и еще больше боли. Однажды вечером в Гамбии, в Западной Африке, я проповедовал Евангелие. Парню уже было 19. Его выгнали из дома, потому что люди его боялись. Везде, где он находился, творилось неладное. Люди даже видели кровь на его спине. У него на спине были шрамы, потому что злые духи били его за непослушание. Так он оказался на улице ночью, мучительно пытаясь расторгнуть завет с дьяволом. Он оказался на улице, где мы проповедовали, и застыл на месте. Он не мог пошевелиться. Помню, что на том собрании была большая радость и свобода. По словам Томаса, он пришел туда, где ощущал силу, которой не знал раньше. Может, это более мощная сатанинская сила, которая захватит его навсегда, и он никогда не узнает свободы? Или это высшая сила, возможно, Божья, которая пришла его освободить? Конечно, это была Божья сила. Тут молодые люди, ашеры, вошли с собрания и заметили Томаса. Он сказал, «Не трогайте меня, я не могу двигаться». Они пытались толкнуть его, но бесполезно. Если бы вы всеми силами стояли на месте и попросили кого-то толкнуть вас, вы бы не удержались. А Томаса было не сдвинуться. Через несколько минут он, наконец, пошевелился. Его привели на собрание. Мы послужили ему, он даже упал. Мы изгнали из него дьявола, чтобы дать ему новое рождение. На следующий день на него сошел Дух Святой, и он был свободен. Мы зарегистрировали его на библейскую школу, и сегодня он совершенно свободен. Это нормально по меркам Библии. Но в представлении американского Евангелия не хватает важных тем. Они есть в Библии, но их опускают намеренно по плану дьявола. Это может стоить вам нормальной по меркам Библии жизни. Мы поговорим об этом, когда вернемся. Не переключайтесь. Есть одна старая история о новой одежде короля. Помните ее? Берт, вашей жене приснился похожий сон. Расскажите о нем. Он был очень важен в тот момент и важен по сей день. В этом сне она была у церкви, и пастор решил проводить ее. Это было что-то вроде пикника, общения на природе, и пастор показал ей окрестности. Потом они пошли на походную кухню, где готовилась еда. Моя жена знала, что это была за еда, потому что подобные блюда были в Африке. Она посмотрела на еду, сложенную на полках, и спросила, почему вы не подаете ее людям? Он ответил, это странная еда. Они к ней не привыкли. Они снова вышли на территорию в ее церкви, где повсюду росли сорняки и колючки. Они перекинулись и на маленький садовый мостик и уходили дальше в лес. Перейти мост было практически невозможно. Людям было сложно ходить по земле, они запинались об эти заросли. Моя жена расстроилась после этого сна и спрашивала о нем Бога. Он ответил, сорняки и тернии это смердящие грехи, самодовольство и их компромиссы, которые проникли в тело Христова из-за того, что некоторые истины и темы сегодня не проповедуются. Они были на той территории церкви, и там повсюду цвели эти сорняки и колючки. Жена говорила, что их было очень много. Вот этого я не понимаю. В Соединенных Штатах больше Библии на каждого христианина, чем в любой другой стране. Сейчас есть интернет, где можно бесплатно скачать практически любой перевод Библии прямо себе на компьютер. Как мы могли упустить эти важные темы? Люди на Западе отделяют знания от применения. Библия — восточная книга, а на Востоке применения не отделяют от знания. Вы не узнаете чего-то, пока не сделаете. Нашей верховной властью стало не Слово Божие. Иисус не стал верховной властью в нашей жизни. Об этом даже говорил Павел. В последние дни здравого учения принимать не будут. Люди не будут слушать истину. Они будут искать себе учителей, которые льстили бы слуху. Некоторые отпадут от веры, подавшись духом соблазна и доктринам дьявола. Мы живем в это время, в последнее, из последнего времени. И я вижу большое отклонение от библейских истин. И это не мелкие истины. Это очень важные, большие темы Священной Библии. Бог сказал вам, что план дьявола состоит в том, чтобы о важных темах Библии сегодня никто не говорил. Да, Он сказал, что дьявол замалчивает тему святости, и люди неправильно ее понимают. А что такое святость? Суть святости, что случилось с Адамом и Евой? Когда они впервые упали, что они попытались сделать? Спрятаться. Святость не прячется. Суть святости в прозрачности. Это неприкрытое лицо. Вы открыты и честны перед Богом. Из этого рождается и стиль жизни в святости. Дело не в том, как вы одеваетесь, и не во внешних благословениях. Святость — это природа. Это характер Бога, отражение Бога в человеке. Вы собираете в золотые высказывания людей прошлого, которые были нормальными по меркам Библии. Например, Смита Вигглзворда. Приведите мне одно. Их много. Вигглзворд говорил, «Если что-то в мире увлекает вас больше, чем Бог, вас не будет того, что Бог хочет вам дать». А вот и еще, «Если что-то охлаждает вашу любовь к Богу, это суета». Мы все люди. В каждом человеке есть много всего. Он может ходить в чуткую или в теплую церковь, или, скажем, в церковь, где нет силы, ну, абсолютно никакой. Откуда на них огонь, и огонь в их домах? Сегодня мы знаем, что Бог живет в храмах нерукотворенно. Он живет в каждом из нас. Если человек рожден свыше, особенно если он наполнен Святым Духом, то он храм Божий. Бог живет в нем. Нужно развивать сознание Божьего пребывания 24 часа в сутки и учиться переживать это пребывание. Нужно наполняться Духом и не один раз, когда мы крестимся Святым Духом со знамением говорения на иных языках. Это поток, который никогда не должен пересыхать. Мы должны наполняться непрестанно. Библия говорит в послании Ефесиным «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Смит Виггелзворд говорил, что к концу своей жизни мог наполняться Духом Божиим в любой момент. Когда он был среди грешников, и люди не знали или игнорировали такие вещи, он мог протрезветь. Какой образ жизни должен быть, что в любой момент можно наполниться Духом Святым? Задумайтесь! Я согласен! Как мы можем обрести то, что было у Него? Это приходит через молитву в Духе Святом. Это приходит через время со Словом Божиим. Помните двух учеников по дороге в Имаус? Что заставило их сердца гореть? Написано, не горело ли в нас сердце наше, когда он изъяснял нам Писание. Другими словами, их сердца горели от откровения Слова Божьего. Мы знаем, что Бог — это огонь поедающий, и Слово — это огонь. Есть духовные упражнения, наполнение Духом Святым, молитва в Духе, размышления над Словом Божиим и время с Иисусом Христом. Нам надо говорить вдохновенно, не просто на иных языках, но говорить и петь самим себе псалмы, гимны, духовные песни. Сегодня это практически утерянное искусство в церкви. Мы этого не делаем. Так много утеряно расскажите мне об отце Нэше. Большинство людей вовсе не знают этого имени, ведь это великий человек. Отец Нэш был молитвенным партнером Чарльза Финнея. Он ездил везде, куда Чарльза Финнея звали проповедовать. Он выезжал на неделю или две раньше, иногда брал с собой одного-двух искусных в молитве людей, и они вместе ходатайствовали. Это были моления, схватки и рождение того, что Бог хотел дать на этих собраниях. Как они узнавали, что Финнею пора приезжать? Они смотрели из окон на прохожих. Когда мужчины на улицах начинали вставать на колени, на земле, в покаянии, было понятно, что пора приезжать Чарльзу Финнею. Они готовили ему молитвенный путь. Это была легкая работа. А что случилось с Финнеем после того, как отец Нэш умер? Что случилось? Он остановился и остановил служение. Он знал, что мотором и силой его служения были молитвы отца Нэша. Я хочу узнать, во что он верит, учась на пробуждениях и возрождениях, которых мы никогда не видели в нашем поколении, в таких масштабах. Есть ли надежда для Америки? Мы скоро узнаем. Вчера во время служения поклонения с Роем Филдсом я получила исцеление. Я многие годы страдала от артриты и боли в правом колене. Я получила мгновенное исцеление. Мой сын воскликнул, «Мама, ты становишься выше! Я благодарю Бога за вашу программу». Я записала программу с Грэмом Уолшем и посмотрела ее в пятницу вечером. В субботу утром, когда я проснулась, я не обнаружила уже тот небольшой, но удручающий меня на рост на моем веке. Он исчез. Только что я снова посмотрела вашу программу и я верю, что Бог исцелил мою шею, которая болела после аварии многолетней давности. Спасибо, Сид, что позволяете Духу Святому двигаться на вашем шоу. Если Бог коснулся вас через программу, это сверхъестественно. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Повторю вопрос, есть ли надежда для Америки? Это очень важно. Верю, что есть. Сейчас наша нация на критической точке, но за всю историю в нашем народе было выкопано много глубоких колодцев пробуждений. Мы высылали столько миссионеров, столько евангелизировали. В этом народе есть зерно праведности. Божья цель не отомстить, он не ждет, чтобы наказать Америку. Его цели всегда искупительные. Поэтому для этого народа есть надежда, потому что есть Божий остаток, сильный Божий остаток, который все еще живет в этом народе. В нескольких районах нашей страны были пробуждения. Это не сравнивается с теми местами, где люди падали на колени и каялись в грехах, хотя им никто и не проповедовал. Это было спонтанное поклонение. Но вы видели очень похожее в своей жизни, что вы видели в Браунсвилле. Я ездил туда на неделю, и собрания были просто электрическими. Люди выстраивались в очереди с самого утра, чтобы попасть на служение. Заходя туда, я часто ощущал это электричество. Во время этих служений в дальней комнате были маленькие дети с 7-8 лет. Они стонали и вздыхали, осознавая Бога, вечность и потерянность этого мира. На одном из служений на платформу поставили большие мусорные баки. Евангелист говорил о предметах нашей привязанности в жизни и призывал к покаянию. Это был очень сильный призыв. Выходили те, кто был связан привязанностями к различным предметам. Ну, вы понимаете, это могло быть что угодно, от лекарственной зависимости до сигарет, алкоголя или порно-журналов. Люди подходили со всем этим мусором и выкидывали в баке. Потом был вечер радости. Люди каялись, плакали о своих грехах. Они освобождались от зависимости. В такую неделю я и попал туда. Там были невероятные призывы к алтарю. Сотни людей плакали, рыдали навзрыг. И потом их слезы сменялись огромной радостью и весельем. Все танцевали, пели и веселились. Во время перерыва вы сказали, что у вас есть побуждение помолиться о чудесах и огне. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Да, Отец, благодарю Тебя за Дух Божий. В Духе нет расстояний. Где бы люди не смотрели нас в городах и странах по всему миру, я благодарю Тебя за Святой Огонь. Благодарю Тебя за откровение об Иисусе Христе, который сейчас изливается на эти народы. Многим даются сны и видения. Им откроется Христос, и это вызовет взрыв Святого Огня, который их зажжет. Отец, те, кто больны, те, кто немощны, кто мучается от хронических или смертельных болезней, во имя Иисуса Христа, Господа нашего, я высвобождаю силу и помазание, силы в тела этих людей. Я вижу людей на больничных койках, которые смотрят нашу программу. во имя Иисуса вставайте с кровати, вставайте с ложа смерти, будьте свободны от рака и смертельных болезней. Во имя Иисуса Христа примите исцеляющую силу и помазание прямо в вашей комнате силой Духа Святого. Во имя Христа будьте исцелены. Инвалиды, будьте исцелены. Те, кто не может слышать, но смотрит телевизор, во имя Иисуса уши откройтесь. Духи немоты и глухоты выходите во имя Иисуса. Те, у кого проблемы с глазами или даже слепота, во имя Иисуса Христа, глаза откройтесь, слепота уходи, бесы уходите во имя Иисуса. Будьте свободны от всякой болезни и проклятия, которая угнетает вашу жизнь силой и славой Иисуса Христа. Аминь. Прямо сейчас исцеляются суставы, ну а небеса сейчас радуются об одном кающемся грешнике. Да, вы говорите, «Я — это человек». Покаетесь в своих грехах. Нужно ли говорить о них? Нет, вы сами знаете, что это. Скажите, Иисусу, что вам жаль. Поверьте, что кровь Иисуса дает вам силу и омывает ваш грех. Так что вы можете идти тем путем, которым всегда хотели идти. Примите Иисуса своим Господом и смотрите, как ангелы на небесах начинают радоваться. Поговорите с Богом. О, да. Да. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. Смотрите в следующем выпуске. Когда мой гость играет на клавишах, происходят сверхъестественные вещи, атмосфера сверхъестественной меняются, вам будет трудно в это поверить, но происходят удивительные знаки и чудеса и даже клавиши играют сами по себе. Вы готовы к такому прорыву? Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу это сверхъестественное в Израиле 28 раз в неделю. Продолжение следует...